Фаина Васильевна Шевченко Вот вторую страницу нашей передачи мы решили посвятить этой замечательной актрисе того же самого Московского художественного театра. Мы были очень увлечены теми записями, которые существуют на радио, и которые, на мой взгляд, такую актрису, как Шевченко, выражают достаточно полно. Но не скрою от вас, что мы были обескуражены тем, что о Шевченко так мало и так скупо написали наши историки. Пожалуй, о том, какова индивидуальность этой замечательной актрисы, можно сказать больше, слушая радиозаписи, нежели читая воспоминания современников. Поэтому, чтобы сказать то немногое, что я скажу, нужно было перелистать очень много книг, в основном разделы комментариев, чтобы какие-то самые скупые сведения о Фаине Васильевне собрать воедино. Между тем, это была, как это ни парадоксально, одна из самых ярких мхатовских актрис. Могучая актриса, да, именно могучая. Эту силу Шевченко довольно быстро разглядели мудрые основатели МХАТа. Она в 1908 году уже стала сотрудницей МХАТа, хотя после этого оказалась ученицей первой студии и параллельно сотрудницей художественного театра. Так бывало тогда со многими актерами. А с 1914 года это уже актриса мхатовской сцены. В чём была яркость этой индивидуальности? Я думаю, именно в том, что яркие краски Шевченко были присущи как бы по природе. Она не искала специально ярких приспособлений, сильных душевных движений. Это всё было внутри и очень естественно и органично находило своё выражение. Вот она ещё тогда, в годы первой студии МХАТа, сыграла чеховскую ведьму в рассказе «Ведьма» с артистом Колином, который играл Дичка. И все запомнили эту ведьму, потому что это была замечательная русская женская красота, которая погибала где-то в глуши с каким-то дренным жалким мужем. И несовместимость красивой, русской, раздольной, женской натуры и вот этой самой жалкой жизни, всё это было выражено полно и, думаю, можно сказать, песенно. Был ещё в индивидуальности Шевченко явно расслышиваемый такой песенный характер. Наверное, можно сказать, что песенность вообще отличала этот талант. Рассказывают, что мхатовцы ночами могли слушать, как поёт Фаина Васильевна Шевченко. Её муж, артист Хмара, был прекрасным гитаристом и пел тоже прекрасно. Вот этот дуэт вспоминают очень многие. А какой же, в общем, строгий и по-своему жёсткий был театр по отношению к Шевченко. Кажется, кроме роли Васки в пьесе Леонова «Унтиловск» у неё и не было другой роли, где бы вот её голос получил бы пространство и возможность выражения. Я имею в виду певческий голос. Но вот эта песенность, её можно действительно расслышать в любой записи. Вот перед нами фрагмент из спектакля «Горячее сердце». Одна из лучших ролей Фаины Шевченко. Кстати, спектакль этот был поставлен в 1926 году. В 1927 году она сыграла блистательно Марселину в «Женитьбе Фигаро». В 1928 году она сыграла Васку в «Унтиловске». Вот я смотрю, какие насыщенные бывают и счастливые годы у актёра. В 1926, 1927, 1928 подряд три прекрасных роли. Можно себе представить, как зрители тогда потянулись к этой актрисе. Итак, Матрёна в «Горячем сердце». Прежде чем включить этот фрагмент, я несколько слов скажу о том, как для такой актрисы, как Шевченко, был органичен характер репетиций Станиславского. О том, как он репетировал «Горячее сердце», написано много. И Николаем Михайловичем Горчаковым, и вспоминают многие участники «Горячего сердца». И режиссёр Судаков вспоминает о том, как он сдавал Станиславскому первый набросок спектакля и в чём состояло вмешательство Константина Сергеевича в работу. Может быть, именно в том, как Фаина Васильевна восприняла характер репетиции Станиславского и выражается её характер, и актёрский, и человеческий. Дело в том, что Станиславский-то репетировал необычно. Он репетировал настолько дерзко, настолько смело, настолько невъедливо-педагогически, а режиссёрски свободно, а иногда позволял себе такие почти хулиганские приёмы, что некоторых солидных мхатовцев просто брала отрыпь. Но зато такие актёры, как Москвин, Шевченко, Добронравов, Грибунин, чувствовали себя, ну, они просто блаженствовали, потому что любой прекрасный актёр рвётся к актёрской свободе. И вот тут Станиславский им предоставлял не только эту полную возможность, но именно к свободе, к дерзости, к абсолютному выражению юмора, накопленного в душе, он актёра и толкал. Судаков вспоминает, что в первом акте сцену Матрёны с Наркисом Станиславский решительно переделал. Значит, огромная монументальная купчиха из собственного кучера сделала приказчика, а может сделать и дворянина, очевидно, потому что прежде всего она сделала его своим любовником. И вот эту любовь, эту невероятную ненасытность Матрёны Станиславский, блистательно, говорят, показывал на репетиции. Он показал объятия Матрёны так, и ответ Наркиса так, что буквально присутствующие умирали с осмеху. Можно себе представить, что такое показ Станиславского. Вернее, трудно представить. Мы уж очень его таким воображаем, академическим, строгим. А на самом деле тон был совсем другой. Так вот, эти самые показы Станиславского и раскрепощали актёров. Однажды Станиславский замечательно объяснил актёрам, что такое стиль «Горячего сердца». Я уже, по-моему, рассказывала об этом, когда мы посвящали нашу передачу Тарханову. Он заставлял исполнителей «Горячего сердца» обязательно додуматься до того, о чём мечтает их персонаж. Значит, ну вот Тарханов в роли Градобоева должен был мечтать стать царём. О чём же мечтает Матрёна? Шевченко сразу быстро сказала, конечно, о том, чтобы Кураслепов, муж её, скорее умер, она бы вышла замуж за Наркиса, и вот, собственно, её цели блаженства. Хмыкнул Станиславский и сказал, «Не знаю, я бы на месте Матрёны менял бы Наркисов одного за другим». И вот в этой шутливой фразе, собственно, и содержится то, что я назвала словом «ненасытность». Вот это и было сыграно Шевченко в роли Матрёны. А-а-а, это ты, Наркис? Нет, не я. Ну, как же ты можешь? Со мной так не учти вот. Хозяйка желает нежно с тобой разговаривать. Есть её теперь такое желание. Вообразите! И что же ещё будет? Ну, ты как есть мужик, неотёсанный. И то, мужик, я себе барином и не ставлю, что ты меня из кучеров-то приказчиком произвела, экономом. Ты думаешь, что я сейчас барином и стал для тебя? Как же? Ты выправь мне такое лишь, чтобы был я как есть природный дворянин. Вот тогда учтивость от меня и спрашивай. Ну, что ты выдумываешь-то, чего и невозможно, да? А, невозможно, я и так живу. Как был невежа, облом, грубиян, так, значит, и остался. И ничего, я об этом не беспокоюсь, потому мне и так очень нахорошо. Да ты что, неласковый какой сегодня, а? А вот неласковый, да и неласковый. Ну, отчего? Ну, отчего? Нет, чего? Про разбойников много слышал. Да, ну, про каких там еще разбойников? Объявились в наших местах человек полтораста. Шайками по лесам и по воде на лодках. Да в рот чай подел. А кто их знает, может, и врут. Ну, ты что же, ты что же, боисься, боись, боись, боись. Вот еще выдумала. Стану я бояться, чем мне нужно. Ну, а ты чего вышел-то? Тебе, может, это нужно чего? Да, мне теперичь очень требуется. Ну, чего тебе, ну, чего, чего, ну? Денег. Каких денег? Да ты что это? Таких денег обыкновенных, государственных. А ты что, думала, игрушечных? Так я не маленький, мне не играть ими. Тысячу рублей давай. Да, помнишь ты, давно ли я ета-етал? Да, это точно, что недавно. Только, коли я требую, так стало быть, нужно. Потому я в купцы хочу выходить в скорости и беспременно. Так значит, чтобы мне была тысяча рублей. Варвар ты, варвар. Да, это точно я варвар. Жалости у меня на вас никакой нет. Да ведь ты меня грабишь. А для чего же мне тебе не грабить, коли я могу? Что это я теперь еще за дурак, чтобы мне от своего счастья отказываться? Да ненасытная твоя душа, что ж тебе мало. Уж лишь тебе мало. Мало не мало, а коли есть мое такое желание, так значит, подавай. Разговаривать нечего. Да, ежели-то мне с тебе денег не брать, это будет довольно смешно. Господи, да что же мне с тобой делать теперь, а? Да уж теперь, шабаш, ничего не поделаешь. Да и где я тебе денег-то возьму? Не моего рассудку дела. Ну-ка ты подумай, дубовая башка, сам подумай, что ж ты ешь. Вот еще очень нужно. Стану я для тебя голову ломать, как же. Думают-то петухи индийские. Я весь век прожил, не думавши. А коли им что в мою голову взойдет, вот и конец. Кровопивец ты, окаянный, окаянный кровопивец. Не так уж мало сыграла Фаина Васильевна на мхатовской сцене. Это мы для нашей передачи одобрали только роли в Островском. А на самом деле она великолепно, как я уже сказала, сыграла Марселину в «Женитьбе Фигаро» Бамарше. Она играла и в Салтыковище-Дринне, и в Леонове, и в Достоевском. Замечательно дублировала Ольгу Леонардну Книпер-Чеху в роли Марии Александровны Москалевой в «Дядюшкином сне». Это очень трудно. Книпер – великая актриса, и играла эту роль прекрасно. Но когда в роль Москалевой вступила Шевченко, то вместе с ней вступил тот самый темперамент, особый совершенно, и особый юмор, который открыл какую-то новую грань в Достоевском и осветил мечты Марии Александровны дикие, совершенно особым светом. Но, повторяю, мы отобрали три роли в Островском. Второй фрагмент, который у нас существует – это «Гроза». Шевченко играет Кабаниху, а Дикова играет Тарханов. И вот тут невольно я затрагиваю еще раз тему, которую мы постоянно затрагиваем, и не можем никуда от нее уйти, рассказывая о МХАТе, о МХАТовских замечательных актерах. Это тема партнерства. Потому что тут, конечно, не об одном актере надо говорить, а о двух. И то, как связываются два человека в диалоге, ну, это нашим современным актерам слушать и слушать, учиться и учиться. Потому что здесь голос Тарханова совершенно невозможно отделить от речи Шевченко. И я думаю, что здесь и импровизация, а не только установленный рисунок роли. Замечательное чувство меры и великолепное чувство юмора. И вот выступают две монументальные фигуры двух самодуров, необыкновенно близких друг к другу – Дикой и Кабаниха. Что это ты, кум, бродишь так поздно, а? Ну, а кто же мне запретит? Кто запретит? Кому нужно? Ну, значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ли, у кого? Ну, тысяча что-то тут. Какого еще черта водяного? Ну, 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 ты не очень-то горло-то распускай. Ты найди подешевле меня, а я тебе дорога. Ступай своей дорогой, Кудышол. Постой, постой, кума, постой. Ты не сердись. Коль ты задел, он-то не ори, а говори толком. Ну, что ж тебе нужен-то от меня, кум? Вот что, разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ну, чем же тебя рассердили-то? Ну, ищи с утра самого. Должно быть, денег проси. А, точно сговорились с проклятой. То-то, то-другой целый день пристают. Так должно быть надо, коль пристают. И понимаю это. А что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое? Такое, ведь узнаю, что надо отдать, а всё добром не могу. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься. Ты молчишь, ты слушай. Вот какие со мной истории бывали. О посту как-то, о великом я говел. А тут нелёгкая и подсунь, мужичонка. За деньгами пришёл, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время. Согрешил таки. Изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя. Чуть не прибил. Да ну какое сердце у меня. После прощения просил. В ноги кланялся. Право так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит. Тут, на дворе, в грязи ему и кланялся. Ой-ой-ой. При всех ему кланялся. Ой-ой. А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь, а? Эт-ка у мне хорошо. Как так нарочно? Так я видала. Я знаю. Ты коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмёшь да нарочно. Из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться. Потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдёт. Вот ж таком. Ну и что ж такое? Кому своего добра не жалко? Ну шо ж ком? Зайди. Закуси, чем бог послал. А? Ну, пожалуй. Милости просим. И, наконец, третья запись. Лес Островского. Гурмышская. Фаина Васильевна Шевченко. Улита. Анастасия Платонна Зуева. Опять же, великолепное партнёрство. Два разных женских голоса. Две разных женских психологии. Хозяйка и холопка. Они ровесницы. У них общее прошлое. У-у-у, какое прошлое. И всё это вступает исключительно только в интонациях двух женщин. Улита! Пойди сюда. Что, матушка-бароня, угодно? Ну, подойди поближе. Садись, где стоишь и слушай. Слушаю, матушка-бароня. Ты меня знаешь? Ты знаешь, как я строго смотрю за всем домом? Знаю. Как не знать? Я Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Мне не хотелось бы, чтобы она обращалась с ним вольно. И мне, разумеется, она не смеет. Но ведь не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнатах без меня. Так я прошу тебя. Я даже приказываю тебе. Понимаю, матушка-бароня, понимаю. Пожалуйте ручку. Уж как я вас понимаю, так это только одно удивление. Давно уж я за ними, как тень слоняя, шагу без меня не ступит. Где они, тут и я. Зато я люблю тебя, что ты догадлива. Догадлива, матушка-бароня, догадлива. Вчера платьишко все в тлен изорвала. По кустам ползала. И зажглась вся. По крапиве елозил. Все подслушивала. Что они промежду себе говорят. Изорвала платье? Это беда невелика. Ты и вперед платья не жалею. У меня много. Я тебе за твое худое хорошее подарю. Вот и здесь давеча сошлись. Ну и что же давеча-то? Да все этот дурак карт мешал. А все-таки кое-что заметить было можно. Ну что же, что ты заметила? Что ты заметила? Она-то к нему очень ласкала. А он как будто так выражал, что я, дескать, не желаю. Да? А ты не ошиблась? И как будто так даже. Ну? И как будто так можно заметить, что ему не совсем-то, чтобы уж очень. Ну, врешь ты, мне кажется. Нет, уж, матушка-барыня, у меня глаз на это очень замечателен. И как будто у него на уме что-то другое. Ну, что у него на уме, этого ты знать не можешь. Далеко ты, кажется, заехала. Да уж усердие-то мое. Ну, как невеликое твое усердие, а в чужом уме ты не была. Значит, попусту болтать нечего. Улита, мы с тобой одних лет... Матушка-барыня, я постарше буду. Не надо мне это. Ну, не надо. И ты знаешь, и я знаю, что мы ровесницы. Право, матушка-барыня. Мне все кажется... Да что нам считать? Обе мы сироты, вдовы безутешные. Ну, да, ты не очень-то безутешная. Помнишь, что у нас с тобой было? Уж я и кротостью, и строгостью ничто не помогло. Ну, да, было-то, матушка, точно было. Да уж давно прошло. А вот последние лет шесть, как вы сами-то в такой тишине. Да-да, я не замечаю. Ну, вот, разрази меня. Послушай, Улита, скажи мне. Только ты говори откровенно. Когда случается тебе видеть молодого красивого человека, не чувствуешь ли ты чего? А? Или не приходит ли тебе в голову, что вот приятно полюбить, а? Что вы эта старуха-то забыла, матушка Марья, все забыла. Да ну, какая ты старуха? Ну, говори, говори, говори. Уж, Кали, приказываете? Да-да, приказываю, приказываю. Эх, разве, когда мечта так иногда найдет вроде как облако. Ну, пойди прочь, мерзкая! Да. Субтитры создавал DimaTorzok